Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И обсуждаем мы сегодня очень непростую тему. Мы говорим об аккредитивах и других формах расчетов. У меня в студии целая команда экспертов. Команда экспертов из Банка Возрождения. Я их представлю. Ирина Газарян, начальник управления партнерских программ и крупного бизнеса Банк Возрождения. Доброе утро, Ирина. Денис Барков, начальник расчетного центра банка. Денис, доброе утро. Здравствуйте. И Антонина Ковтун, начальник отдела торгового финансирования Департамента корпоративного бизнеса. Антонина, доброе утро. Доброе. Итак, обсуждаем мы действительно сегодня непростую тему, потому что, с одной стороны, она является достаточно, ну, может быть, применимой не каждым из нас. Это не как покупка хлеба, который вроде как нам всем нужен. Но, тем не менее, достаточно часто используется в бизнесе. А, может быть, и могло быть чаще использоваться. Я сейчас говорю, конечно, об аккредитивах. Вот, а у меня вопрос к уважаемым экспертам. Как вы считаете, аккредитив сам по себе, как форма расчета, достаточно ли востребован? У нас может ли быть он более востребован? Может быть, просто люди не совсем знают, что это такое? Ну, аккредитив, на самом деле, достаточно востребован, на мой взгляд. И в основном, конечно, он применяется в международных расчетах. И вот, если мы возьмем цифры, то порядка 15, до 15% международных расчетов приходится на аккредитивы. В силу того, что вот этот инструмент в расчетах, он позволяет получателям и продавцам, которые не очень хорошо друг друга знают, получить некую страховку в исполнении своих обязательств по поставке товаров и расчетов, которые гарантирует им банк. Кроме того, эта форма расчетов в основном применяется при проведении операции по торговому, по международному финансированию, которые позволяют покупателям, импортерам всех стран привлекать иностранные деньги. Прежде всего, в России речь идет о том, что позволяет привлекать дешевые деньги. А давайте сначала немножко озвучим, что же такое аккредитив, но я имею в виду на пальцах, вот совсем на пальцах, потому что в Гражданском кодексе этому целая глава, точнее параграф посвящен. Тем не менее, что это? Ну, прежде чем давать какое-то определение, они чуть отличаются, они очень похожи все, хочется просто вот маленький экскурс в историю, откуда возник этот аккредитив. Вот само английское номинование, letter of credit, то есть это кредитные письма. И вот в средневековье такие кредитные письма работали следующим образом, то есть растащик какой-нибудь, который хотел перевезти свои деньги в другой город, но боялся, что его ограбят по пути, приносил свои деньги в банк, после этого получал от банка вот такое кредитное письмо, перемещался в точку назначения, приходил с этим письмом в другой банк, и тот банк выплачивал ему деньги, а уже банки сами решали свои проблемы в расчетах между собой по взаимной договоренности. Долгое время это так и работало, вплоть до Первой мировой войны, но только функцию расчетов как бы выполняли английские банки, которые проверяли соответственно... Подлинность, наверное, да, письма? Подлинность, даже не только письма. Я как русский человек сразу начинаю думать об этом. Ну, так как могли, документов и так далее. И вот только с окончанием вот этой Первой мировой войны, когда доверие к ним было у многих утрачено, в Соединенных Штатах Америки как бы решили... При аккредитивах, я просто хотел, забыл сказать, самое главное сейчас вот в документарных аккредитивах применяются документы. И вот эти документы надо проверять на их правильность и на то, что эти документы соответствуют условиям аккредитива. И вот такие некие правила, их не существовало ранее. И вот первая попытка ввести правила проверки, она была предпринята в Соединенных Штатах в 19-м году, а уже в 1933 году родились такие первые унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, которыми руководствовали страны Европы и Соединенных Штатов Америки. И теперь, в принципе, руководство это за сих пор, сейчас уже очередная редакция этих правилов действует в 2007-м году, 600-е. И более 120 стран присоединились к этим правилам, вот что позволяет как-то вот рассчитываться единым образом. Ну то есть удобная форма международных расчетов, все-таки что она подразумевает? Я как, собственно говоря, адвокат, я знаю, что такое аккредитив. Я думаю, что большинство наших слушателей тоже, возможно, имеют об этом представление. Но уверена, что не все. Вот просто действительно хочется на пальцах. Что это такое? Обязательство, да, обязательство. Это условное обязательство банка. И здесь вот каждое слово имеет свое значение. Обязательство банка осуществить платеж по... Получению нужных документов. По получению, да, документов, соответствующих условиям аккредитива. Вот если мы говорим о простейшей ситуации, о поставке, то в этой ситуации деньги тот, кто платит, он когда их в банк приносит? До того, как получил товар? Безусловно, он приносит деньги в банк. Хотя, опять-таки, по-разному бывает, да. Если мы говорим об аккредитиве как об инструменте расчета, то, конечно, банк дает это обязательство, будучи уверенным, что у него эти деньги уже депонированы на счете. И когда они у него есть, он дает обязательство заплатить поставщику против предоставления транспортных и товарно-транспортных документов. Это очень-очень примитивно, да. Но аккредитив ведь он еще интересен и не как инструмент расчетов, а именно как инструмент финансирования. И тогда банк может дать это свое обязательство. Без денег. Без денег, да. Это вот непокрытый, да, такой так называемый вид непокрытых аккредитивов. Он дает обязательство, понимая, что финансовое положение его клиента достаточно устойчиво. И на момент, когда эти товары уже придут и, может быть, будут дальше там реализованы или дальше там использоваться, если там это какое-нибудь высокотехнологическое оборудование, вот по получению выручки, да, он начинает возвращаться уже клиентам банк. Ну и, естественно, тогда вот этот риск, он будет оцениваться и стоимость этого аккредитива будет соответствующей. Не просто как инструменты расчетов, когда банк берет только за операционную работу, а именно уже за инструмент финансирования, когда банк несет определенные риски, риски невозврата этого кредита. Но это уже его проблема, а не того, кто получает эти деньги. Безусловно, да. Тот, кто их получает, принес бумаги, да, правильно я озвучила? Совершенно верно, да. Ему отдал банк эти деньги, а со своим клиентом, который он, возможно, кредитовал, да, в виде этого аккредитива, он разбирается уже сам, как обычные гражданские правоотношения. А вот скажите, пожалуйста, в принципе, вот эта форма кредитования, мне кажется, что, говорю субъективно сейчас, потому что эксперты здесь вы, а не я сегодня, но тем не менее, мне кажется, что это не настолько сейчас форма, которую знают все. Ну вот кредиты все слышали, да, кредитные линии все слышали, но уже, мне кажется, что домохозяйки, стоя у телевизора, слышали об этом. А вот кредит таким способом, с использованием аккредитива, мне кажется, что слышали не все, часто встречается. Trade finance, да, вот так называемое, вот торговое финансирование. Вы знаете, конечно, если вот мы говорим об аудитории юридических лиц, да, то в большинстве случаев это знают, знают эти инструменты. Но мы все равно воспользуемся, да, вот случаем рассказать, поподробнее рассказать о финансировании, потому что, во-первых, это очень удобно, во-вторых, это значительно дешевле, чем деньги на рынке. Да, потому что, во-первых, это привлеченные западные ресурсы, которые, в принципе, стоят дешевле. Во-вторых, ну, знаете, это вот сложно структурировано, она так и называется, сложно структурированный продукт, вот аккредитивы там с постфинансированием, да, или там предэкспортным финансированием. И мы всегда вот призываем, будучи банком малого и среднего бизнеса, да, где клиенты, может быть, не так хорошо ориентируются в рынке банковских продуктов, вот всегда приглашаем к диалогу. Рассказать, что это. Да, если понимаем, что сделка предусматривает это финансирование, если вдруг у вас есть внешнеторговый контракт… Антонина, мы сейчас вместе со слушателем выслушаем новости, две минуты, вернемся в эфир и будем обсуждать аккредитивы дальше. Итак, я напомню, что обсуждаем мы сегодня тему аккредитивы и другие формы расчетов. Мы находимся в прямом эфире, телефон студии 6510996, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос, можно комментарии или рассказать свою ситуацию. Все то же самое можно в печатной форме на нашем сайте финам.фм на страничке программы «Формула права». Но у меня сегодня, как я уже говорила, команда экспертов студии из Банка Возрождения. Это Ирина Газарян, начальник управления партнерских программ и крупного бизнеса. Денис Барков, начальник расчетного центра банка. И Антонина Ковтун, начальник отдела торгового финансирования Департамента корпоративного бизнеса. Мы начали говорить, Антонина, как раз вы рассказывали про использование аккредитивов не только как прямая форма, в простом варианте, как прямая форма расчетов, но и при неких кредитных схемах, в том числе, допустим, с возможностью привлекать иностранное финансирование. Вот на пальцах можете показать, как это работает и почему это может быть дешевле? Да, конечно. Наш многофилиальный банк удачно справляется с этими сложно структурированными сделками. Клиент имеет желание закупить какое-нибудь оборудование, например, немецкое. Условно, да. Да, условно, абстрактные примеры, а может быть даже и конкретные примеры. И вот совсем недавно в Хабаровском крае, например, была большая сделка по финансированию оборудования глубокой лесопереработки. Пришел клиент за кредитом, тут же последовал вопрос наших финансовых офицеров, а зачем кредитных офицеров, зачем вам кредит, когда мы можем финансировать эту сделку посредством аккредитива с постфинансированием. И мы присоединились к организации этой сделки, к структурированию ее, даже к формированию условий контракта. Вот на самом начальном этапе, чтобы снять все риски нашего покупателя, мы давали рекомендации по форме расчетов, по тем документам, которые должны были присутствовать в аккредитиве. Более того, это была сделка, которая еще страховалась в немецком экспортном агентстве. Я думаю, что мы еще попозже поговорим и о них, об этих финансовых институтах. И уже в Москве, здесь у нас в центре, мы открыли аккредитив. Немецкие поставщики, так называемые, получили авиза об условиях этого аккредитива. Мы со временем начали изготовление этого оборудования, его поставку, предоставляли постепенно документы об отгрузке этого оборудования. И немецкий банк оплачивал собственными ресурсами, собственными средствами, оплачивал своему немецкому поставщику. А вы уже перечисляли немецкому банку? А мы будем перечислять немецкому банку в течение ближайших пяти, а то может быть и семи лет. Представляете, такой долгий срок финансирования. То есть это сопоставимо с кредитом, с обычным, потому что это не кратковременная какая-то операция. Да, долгосрочная операция, которая позволяет, во-первых, банку получать уверенную доходность в течение вот этого большого срока, а поставщику получить деньги, так называемый «эдсайт» по представлению этих документов. Он сразу получил всю свою выручку. Как только отгрузил часть партии, значит, сразу получил деньги. А мы получили вот этот межбанковский долгий кредит, который переложили на плечи нашего клиента. На самом деле это очень удобный инструмент для тех, кто задумывается о развитии своего бизнеса именно с точки зрения закупки оборудования за границей или вообще на постоянной основе завозят по импорту что-то в Россию и занимается торговой деятельностью как импортер. Реально суть заключается в том, что позволяет бизнесу привлечь недорогое финансирование на долгий срок. Конечно, здесь есть моменты, связанные с валютными рисками, но тем не менее сегодня у нас очень благоприятная для этих инструментов ситуация на рынке. Поэтому с точки зрения стоимости либора и евро-либора. И в принципе эти сделки, они удобны, потому что они закрывают риски, потому что поставщик и покупатель не несут друг с другом. В этой цепочке стоит банк, который наверняка сделает этот платеж, если будут правильно составлены документы и соответствуют условиям аккредитива. У меня большой вопрос. Вы сказали, если будут правильно составлены документы и соответствуют условиям аккредитива. Не просто так сейчас повторила это, потому что давным-давно у меня в руках была книжечка, насколько я знаю, она была относительно для внутреннего пользования специалистов банковского сектора. Я не помню сейчас ее дословное название, но речь шла о том, что аккредитив, пасьян, сложится или не сложится. То есть получат или не получат деньги тот, кто должен получить. И это как раз касалось именно документов. И вопрос у меня к вам следующий. Если стороны решают использовать аккредитив, здесь что хорошо, вне зависимости от того, это кредитная форма с использованием формы аккредитива, либо это простой аккредитив, когда один положил деньги в банк, а другой получил, когда выполнил некие условия контракта. Но в данной ситуации хорошо, что тот, кто на сегодняшний день работает по-нашему постоплате, он тем не менее знает, что ему заплатят точно, потому что эти деньги, которые ему должны заплатить, они уже лежат в банке. И наоборот, тот, кто платит за товар, за что-то еще, сейчас я чувствую, меня Антонина хочет поправить, но это очень хорошо, потому что я сейчас рассказываю, как я это понимаю. И то же самое вы поправите и расскажете нашим слушателям. Они, с другой стороны, тратят свои деньги, по сути, тогда, когда уже что-то получили. То есть у них нет риска не получить товар или услуги за те деньги, которые у них-то предоплата получаются. Если мы говорим простой аккредитив без кредитных вариантов. Вот в данной ситуации вроде бы со всех сторон удобная схема и удобная форма, я бы сказала. Что нужно прописывать в договоре? Я сейчас не говорю детали, а меня в первую очередь интересует. Вот в ситуации, когда есть договоры, стороны договорились, что они используют аккредитив. Нужно ли, правильно ли и делают ли так клиенты, когда идут, по сути, в тот банк, который будет им платить, куда они понесут эти документы, со своим контрактом. Не с той частью, которая относится к поставке, качеству или что-то еще, а с той частью, которая касается аккредитива документов, расчетов и прочего. Чтобы не произошло, чтобы пассивность не сошелся. Явно человек был с юмором, который аккредитив назвал. Очень юморная, но я ее хорошо запомнила. Да, и по сути, соответствует действительности. Но вот здесь и присоединяются банковские эксперты на самом начальном этапе, потому что, конечно, не все понимают, как это должно выглядеть, особенно если это клиенты малого и среднего бизнеса, которые составляют большинство наших клиентов, нашего банка. Действительно, каждый документ, вот если, там вот все, если, 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 вот это условие, да, и вот он называется условное обязательство, аккредитив, условное обязательство, такое, в случае исполнения вот этих всех условий. Поэтому каждый документ должен быть на своем месте, да, это может быть там и коммерческий счет начинает, да, потом товарно-транспортная накладная или там коносамент, то есть транспортный документ, какие-то ветеринарные сертификаты, да, какие-то сертификаты соответствия, соответствие качества, какие-то упаковочные листы, вот все-все-все-все-все. Вот мы садимся с клиентом и начинаем обсуждать, что вы покупаете, вот вы понимаете, что вы покупаете, да, вот как это все будет упаковываться у вас, как это будет все доставляться, какие вот риски по доставке, в какой момент они переходят от покупателя к поставщику, кто за это платит, какие страховые полисы. И понимая вот структуру этой сделки, начинаем пошагово формировать условия контракта, которые потом дальше идут согласовываться с поставщиками, ведь не факт, что они согласятся, да, с тем, потому что у нас есть интересы нашего клиента, и мы пытаемся защитить его риски, а, соответственно, там, с той стороны тоже есть люди, которые хотят, там, условно говоря, этот товар доставить только там. То есть идет какой-то переговорный процесс. Да, до борта там и все, и больше я не хочу ни за что платить, и за страховку не хочу платить, да, и вот этот переговорный процесс, вот он, конечно, интересен, и вот в результате, если мы договоримся обо всем, они обо всем договорятся, это зафиксируют в контракте, этот контракт потом плавно опять-таки перейдет в условия агредитива, потому что ведь здесь обязательно нужно сказать, да, и чтобы все понимали, что контрактные условия и контрактные обязательства – это контракты, а аккредитив – это документы, это совсем другое, это два параллельных процесса, и если банк получит документы, которые соответствуют условиям аккредитива, но не соответствуют, например, условиям контракта, да, ну вот, да, это два, две параллели. Да, потому аккредитив и называется обособленным обязательством, даже в законодательстве. Документарные, да. Что важнее, в итоге все-таки условия аккредитива. Вот если вдруг произошла такая ситуация, мне любопытно стало, да, да, условия аккредитива. Условия аккредитива, безусловно, важнее для платежа, то есть банк проверяет, что все документы поступили в том объеме, в котором они указаны в условиях аккредитива, и что они заполнены в соответствующие, вот, с требованиями, указанными в условиях аккредитива, или вот в соответствии с международной практикой, в том числе с учетом, вот, унифицированных правил по документарным аккредитивам, но 90% аккредитивов, к сожалению, страдает тем, что документы не соответствуют требованиям аккредитива. Что происходит тогда? Происходит тогда следующее, что банк, имитент, который по поручению клиента, по договорам с клиентом выставил вот этот аккредитив, он обращается к клиенту с возможностью, где он обращается к клиенту при письме, в котором он указывает на несоответствие, условия, и чтобы клиент принял решение, согласен ли он произвести платеж при несоответствии документов, или он отказывается от платежа до тех пор, пока, например, аккредитив действует, и пока продавец не представит замену документов, чтобы они соответствовали условиям аккредитива. А продавец в течение определенного срока, ведь аккредитив на срок выставляется, правильно? Да, в течение срока действия аккредитива. Он может приносить хоть 500 раз эти документы и приводить их в соответствие, Лишь бы ему другая сторона их подтверждала, там, по 10 раз на одну накладную печать поставить. И платить комиссию, это тоже, наверное, надо сказать. Не так-то ответственность, она определяется все равно материально, да. Если ты будешь приносить 5 раз неправильные документы, 5 раз ты заплатишь комиссию за проверку документов, поэтому стоит задуматься. Или можно еще внести изменения в условия кредитива, что тоже вносится за комиссию, но уже вопрос там, кто оплачивает комиссию, это уже там решается между клиентами. Ну и вообще надо сказать, что он считается высокомаржинальным, высокодоходным инструментом, потому что он прикрывает риски, да, закрывает риски и поставщиков, и покупателей. Но если ты закрываешь свои риски, ты, конечно, есть понимание, что ты за это заплатишь, да, и поэтому там каждая операция по аккредитиву, за открытие аккредитива, за подтверждение аккредитива, за проверку документов, за авизование аккредитива. Это все комиссия. И здесь я вот воспользуюсь тоже случаями, я скажу, что вот по рынку, например, вот по рынку документарных операций, банк возрождения, он отличается своими, ну, крайне демократическими ценами на операции документарные. Я немножко поправлю, тут дело даже не в демократии, просто есть ряд кредитных организаций, которые любой чих измеряют в процентах. Вот у нас это фиксит в комиссии, независимо от суммы, независимо от какого-то действия. Ну, это как любая операция, мне кажется, любая операция, которую банк совершает, не только банк, в котором вы работаете, а в принципе любой, да, когда мы приходим получить кредит, или хотим открыть расчетный счет условно, там, или получить какие-то другие банковские продукты, мы в общем и целом, помимо надежности и стабильности банка, всегда смотрим на тарифы и комиссии. Но мы сегодня говорим, я напомню, все-таки не о ценовой политике, а потому что это уже, если возникает конкретный вопрос, люди уже обращаются в свои банки и узнают непосредственно тарифы. Мы сегодня обсуждаем аккредитивы и другие формы расчетов. Две минуты слушаем новости, возвращаемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать тему аккредитивы и другие формы расчетов. Я напомню, что у меня в студии Ирина Газарян, начальник управления партнерских программ и крупного бизнеса Банка Возрождения, Денис Барков, начальник расчетного центра Банка Возрождения и Антонина Ковтун, начальник отдела торгового финансирования Департамента корпоративного бизнеса. Вот мы обсуждали, на самом деле, возможно, это моя субъективная точка зрения, то, что иногда останавливают перед аккредитивом. Это вот такая некая многоходовка, которая на каждом «если» должна сложиться правильным образом, потому что если, использую еще раз это слово, что-то не получилось в документах, а Денис сказал, что около 90%, ну так условно, то есть большое в любом случае количество и масса представляемых документов по аккредитивам, они все-таки не соответствуют итоговым условиям и приходится что-то либо переделывать, либо акцептует та сторона плательщик, либо не акцептует. Анастасия, хотим подчеркнуть для слушателей наших уважаемых, что все-таки оплаты происходят практически в подавляющем числе случаев, и количество дефолтов по аккредитивным расчетам, оно мизерное, оно просто 0,058%. То есть практически никогда, вопрос времени. То есть никогда, вопрос времени согласования вот этих всех небольших неточностей, но все равно оплата производится во всех случаях, практически во всех случаях. А какие основные ошибки получаются в документах? Технически, не там запятая, не там печать, или что с ними? Ну, например, самое простое, что приходит в голову, что документы представлены не на том языке, например, на котором было оговорено, или документы не представлены вовсе, которые перечислены в договоре и перечислены... Ну, это совсем уже, мне кажется, большой недосчет со стороны того, кто хочет получить деньги, если уж он подписал контракт и договорился об аккредитиве. А если все-таки приносят документы, но банк говорит, что не до конца они корректны, что там, как правило, не верно? Мне интересует... Штамп, вот, пожалуйста, просто вот первое, что... То есть дефект формы, да, такой, как вексель? Нет, не совсем, потому что сути, да, если, например, это будет экспортная декларация, она должна там, должно быть там четко написано со штампом таможни о том, что товар там выпущен, свободное там обращение, да, например. И вот этого штампа нет. Ну, кто-то вот таможенник забыл его там где-то штампануть, да, или нет подписи на... Подписи капитана на коносаменте. Или представлены копии, когда написано, что должны быть оригиналы, или наоборот. Ну, вот какие-то такие вещи. Просто невнимательность иногда. То есть здесь достаточно важно еще даже до того, как заключен договор и определены условия кредитива, не только, естественно, продавцу со своим банком определить, что, в какой момент он готов платить, когда будут какие документы у покупателя, но и покупателю живо представить себе, какие документы пошагово он будет получать или у него будут оказываться на руках в процессе исполнения этой сделки, да, допустим. Наоборот, получается, продавец-покупатель, но тем не менее, тот, кто должен получить деньги для того, чтобы он мог их принести, он должен четко понимать, что эти документы должны не только по содержанию, но и очень важно по форме, до запятых, до штампов, до подписей соответствовать тому, что в них полагается. Как казнить нельзя помиловать. Бывает такое. Хорошо. Напомню, что мы обсуждаем аккредитив, другие формы расчетов. Мне бы хотелось еще обсудить такую тему, ну, скорее, это познавательно, может быть, для наших слушателей. Я назову телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, а также сайт finam.fm, на который можно задать ваш вопрос или какую-либо ситуацию, связанную с расчетами, обсудить с экспертами, которые сегодня в студии. Мне бы хотелось из каких-то простых вещей все-таки озвучить нашим слушателям про отзывные, безотзывные, вообще виды аккредитивов, какие они бывают. Потому что мы говорим аккредитив, аккредитив, вроде, надеюсь, всем понятно, что это, да, когда его можно использовать, чуть-чуть затронули. А все-таки формы-то у него какие? Ну, классификация может быть самая разная, если с точки зрения отзывности, безотзывности смотреть, то под безотзывным понимается аккредитив, изменение в который или отказ от исполнения которого, в случае, если документы представлены все правильные, без ошибок, могут быть внесены по представлению банка-эмитента только при условии согласия бенефициара по аккредитиву. А если аккредитив подтверждается исполняющим банком, то тогда еще это изменение надо согласовывать и с ним. Соответственно, отзывный аккредитив такого не требует, поэтому их не бывает. Потому что это, по-моему, теряется всякий смысл. Поэтому в мире все аккредитивы по умолчанию безотзывные, а отзывных не бывает. А вот у нас в Гражданском кодексе по умолчанию все аккредитивы отзывные, поэтому банки вынуждены писать, что если это аккредитивы не международные, не подчиняются 600-м унифицированным правилам и обычаям, а подчиняются Гражданскому кодексу, они вынуждены писать, что аккредитив является безотзывным. Потому что в России отзывных тоже не бывает. В общем, мы впереди планета всей, как всегда и в этом. И, в общем, это уже вопрос законодателя, почему так вот написали и почему до сих пор там это не поправит. Вообще к законодательству очень много вопросов. Хотела спросить, а все ли вам нравится? Вот у нас опыт есть, наверное, Антонина расскажет подробнее про эту сделку. Просто, знаете, вот до абсурда доходит, я хочу сказать, потому что иногда бывают такие ситуации, когда регулятор рынка Центробанк, он просто инструкции регламентирует абсолютно общий подход. Вот есть, например, там понятие резервирования под обязательства в пользу резидентов офшорных зон. И вот мы столкнулись на практике с клиентом, когда резидентом офшорной зоны был крупнейший мировой бренд-концерн John Deere Corporation в Америке, зарегистрированный в офшорной зоне в штате Делавар. И вот что из этого получилось, наша практика? К сожалению, да, ничего из этого хорошего не получил. Но это действительно там, это крупнейший поставщик сельхозтехники, да, он мировой действительно, на тракторах. Производитель и поставщик, собственно. Производитель и поставщик, да. Но вот в силу каких-то внутренних их обстоятельств он зарегистрирован в штате, который считается офшорной зоной. При этом, ну, рисков поставщика офшорной зоны там вот нету совершенно. Наш регулятор заставляет банк резервировать 25%. Так, на секундочку, вот четверть обязательств по аккредитивам мы должны создавать резервы. То есть, грубо говоря, 100 рублей сделка, 25 вы положили на полку лежит. Да, повесили на расходы. Ну, да, действительно, положили вот на ту полку. Вы знаете, сколько мы не писали писем. Мы привлекали вот Ассоциацию Российских Банков для решения этого вопроса. Ну, потому что банк, Центробанк, вот, ну, разные тяжелые, да, весовые категории, да, мы вступали в полемику, в переписку. Вот, третьих лиц приглашали. Все с нами соглашались. Ну, вот, говорят, все, да, кроме регулятора, да. Безусловно, у нас есть предписание создать 26% по вот этим. Да, 25% плюс 1%, 26%. И мы вынуждены сокращать. Там, где бизнес очень хороший, да, если посмотреть на поля, которые пашут эти трактора Джон Диры и комбайны Джон Диры убирают, да, вот, особенно, если где-то это вот за Уралом, Сибири, там вот очень... Да, и Центральная Россия. Да, и Центральная Россия, да. Мы финансируем клиента, мы сокращаем фактически по этим основаниям тоже, в том числе, в первую очередь, размер финансирования. Именно потому, что нерентабельна сделка, потому что мы не настолько имеем возможность зарабатывать на марже, и вот эта расходная часть сделки, она вот реально действительно сокращает возможности и потребности бизнеса. Просто даже непонятно. Поэтому вопросы есть к законодательству. То есть, грубо говоря, если такое небольшое резюме вот из этой части подвести, то если у нас поставщик находится в офшорной зоне, то аккредитив форму, которая, наверное, очень приемлема самому поставщику, да, иностранному, но мало приемлема в силу расходов и, в принципе, уже, наверное, необходимости именно такой операции для нашей страны, да, в силу просто законодательства и больше ничего. А вот скажите, у меня непростой вопрос такой будет. Мы все время говорим, опять же, я как русский человек, тем более общаясь и работая в такой сфере, когда далеко не всегда оказывается, что приносят оригинальные документы, неподдельные, да, я уже открыла свой вопрос. Соответственно, вопрос у меня будет следующий. Ведь банк производит выплату при представлении, как мы уже обсудили, правильных документов, да. Проводит ли банк, ну, экспертизу, я имею в виду, правовую, я не говорю, что вы должны там подписи сличать или по-черковическому проводить, но тем не менее, какую экспертизу этих документов на предмет подлинности проводит банк, раз, и два, а вообще, были ли у вас случаи вот с какими-то мошенничествами, связанными с этим? Банк не проводит экспертизу, банк проверяет документы только по формальным признакам. Они показывают своей стороне, своему клиенту, что нам пришли вот такие документы, чтобы они подтвердили или что-то? Нет, банк смотрит, какие документы предусмотрены на представлении по условиям аккредитива. Все есть, там соответствуют. Дальше банк проверяет, соответствует ли порядок их заполнения вот этим международным правилам, если мы говорим о международных аккредитивах, прописанном там в НКТРМСе, да, проверил, все есть. Вот то, что там подпись или этот бланк напечатан не в той типографии, банк не проверяет и проверить не может. Но не может. Да, если это документы представляются, которые не прописаны вот в каких-то международных правилах, тогда банк просит, чтобы эти документы были описаны, что это должен быть документ на таком-то листе с такой-то печатью. Печать должна быть в таком-то углу, на нем должен быть такой-то текст. Потому что если вы пропишете в условиях аккредитива, что вам должны принести просто документ, который называется как-то, то вам могут представить белый лист, написать как-то, и банк по формальным признакам произведет оплату. Это как вексель, да? Да, вот напишут на белом стиле вексель. И все, там пару признаков есть. Ну, возьмут из вексельного все реквизиты, которые там нужны, и все. Поэтому для тех документов, которые не определены вот в практике, что там есть, они должны четко быть прописаны в условиях аккредитива, что, как, где и каким образом. Вот это будет проверяться. И в принципе вот тут есть еще одна лазейка для мошенничества, потому что банк не отвечает за то, реально было ли отгружено то, что необходимо. Он верит документам и против документов производит платеж. А тут уже дальше, если есть какие-то нарушения, и отгружен не тот товар, не того качества, не тех спецификаций, то это не ответственность банка. Ну, ладно, еще качество это спор между сторонами. Они бы там сами, неважно, можно просто через расчетный счет оплатить банк, кто-то, что виноват будет, если качества нет. Поэтому здесь это просто форма расчетов определенная. А если вообще, например, не было поставки, но принесли документы, ну, условно поставки, но принесли документы, что она была, эта поставка. То есть фактически в данной ситуации. Но вот мне это напоминает, и я думаю, что мы тоже сегодня коснемся этой темы. Я думаю, что у меня к Денису будет вопрос. Это больше касается не аккредитивов, а простых переводов, когда поддельные ГТД идут и так далее. Вот то, что сейчас с Белоруссией, с Казахстаном, да. Расскажите. Ну, очень просто. Просто представляются документы таможенные, и банк их как бы проверяет. Есть сейчас возможность через интернет, через Федеральную таможенную службу проверить. ГТД же. Да, а вот с Белоруссией и с Казахстаном у нас не ГТДшки действуют, да, а... Единая таможенная пространство. У нас, да, у нас там эти товарно-транспортные накладные, которые нигде проверить нельзя. То есть вот по перечню вот этому ФТСу. Вот здесь, конечно, мы не знаем, подлинная она или она... И проверить невозможно фактически. Да, но надо сказать, что вот эти ГТДшки, которые стали проверять, когда вот эта таможня вела, потому что по данным банка и по данным таможни, там впечатление совпадения, дали такую возможность, там тоже есть лак во времени. То есть мы уже по факту потом видим, что она там, допустим, поддельная, и всего лишь можем об этом сообщить. И, кстати говоря, да, так, перешли, да, к таможне, к ФТСу, да, вот, дабы этого всего не происходило, да, у нас же другие тоже инструменты расчетов существуют, кроме аккредитива, да, кроме простых платежей, да, и вот, может быть, здесь как раз и уместно было бы про Раунд рассказать. А он защитит от поддельных документов? Просто смысл в том, что мы сейчас говорим о расчетных инструментах с длинной историей, с 17 века аккредитивы существуют и сегодня до сих пор применяются и только совершенствуются. А есть инструменты расчетные 21 века, которые, вот, в частности, электронная оплата, не сходя с личного кабинета. То есть у нас раньше была возможность электронного декларирования, заполнения со своего рабочего места электронной декларации, отсылка на таможенный пост для проверки после того, как инспектор подтверждает, что декларация... Ирина, я перебью вас только потому, что мы обязательно сейчас выслушаем новости и сразу вернемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему аккредитивы и другие формы расчетов. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Также сайт finam.fm на страничку программы «Формула права» можно отправить вопрос в комментариях, хотя тема у нас сегодня очень непростая, связанная с расчетами. Я еще раз представлю команду экспертов из Банка Возрождения, которые сегодня находятся у меня в студии. Ирина Газарян, начальник управления партнерских программ и крупного бизнеса, Денис Барков, начальник расчетного центра и Антонина Ковтун, начальник отдела торгово-финансирования департамента корпоративного бизнеса. До новостей мы начали с вами, Ирина, говорить о том, что изначально мы обсуждали вообще возможности всяких мошенничеств и подделок. Я не могла об этом не спросить, сразу вам скажу. Но тем не менее, вы сказали, что есть некие современные способы расчетов, связанные с тем, гарантирующие отсутствие этих подделок. Чуть-чуть кратенько расскажите нам. Действительно, да, это очень современный и актуальный способ оплаты, я хочу сказать, потому что плательщик таможенных платежей может, не сходя со своего рабочего места, через свой собственный личный кабинет осуществить платежи, необходимые в пользу таможни. Вот коротко, да, то есть с использованием таможенной карты Раунд. Я хочу сказать, что Банк Возрождения сегодня является расчетным центром по всей системе платежей. И, в принципе, это единственный расчетный центр, работающий на сегодняшний день у этой таможенной карты Раунд. Вместе с нашими партнерами, мультисервисной таможенной системой, которые выпускают, имитируют эти карты, мы предоставляем вот этот сервис безналичной оплаты. Чем он хорош? Он хорош тем, что можно заплатить, не сходя со своего рабочего места, в ровной сумме по ГТД. То есть реально же импортеры, которые работают с платежками, они как? Должны предоплачивать за 2-3 дня на таможню. Сумма им точно неизвестна, потому что когда придет товар, и в день растамушки будет немножко другой курс, они предоплачивают большей сумме. И получается, что когда растамушка... Либо через 30 дней вернуть, либо за честь наследующего... А вернуть из таможни ничего нельзя на минуточку? Нет, это совершенно исключено. Поэтому вот эти хвосты, которые маленькие, зависают, они просто учитываются в счет предстоящих поставок. То есть для бухгалтерии очень серьезная нагрузка происходит по учету вот этих кусочек предоплаченных. Плюс к тому происходит отвлечение из оборота средств. Это все тоже стоит денег. А тут ты фактически имеешь возможность дистанционного декларирования. И это рынок давно знал и использовал. А сейчас еще к этому присоединено. Потом надо было с этой карточкой поехать на пост, прокатать ее через соответствующий посттерминал. И тогда считалось, что оплата завершена. Все полностью прошло. То есть сейчас можно все сделать, сидя, как мы с вами сейчас, как я сижу, для компьютера. Это безусловно безналично и в точной сумме. Копейка в копейке. Нет этого двойного учета, нет отвлечения средств. Но здесь мы говорим, правильно я понимаю, Арина, что мы говорим сейчас о расчетах именно с таможенной службы по таможенным платежам? Исключительно целевое назначение по всем этим счетам. Плюс к тому мы предоставляем для наших клиентов возможность овердрафта по этим счетам. То есть получается не только... То есть чуть-чуть не хватило денег, да? Изначально вы можете платить, когда у вас ноль на счете. Вот у вас ноль на счете, вы идете оплачивать за счет кредитного ресурса. И следующим днем до трех часов дня вы подкрепляете счет. То есть тут вообще нет не только отвлечения. Тут использование кредита на один день бесплатно. За счет специфики расчетов по карте, когда по карте происходит списание только на следующий день. То есть и банк ничем не рискует. И банк не списывается с него. И поэтому он для клиентов предоставляет один день бесплатного овердрафта. Я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495. А также наш сайт finam.fm, на который можно ваши вопросы или комментарии разместить. Ну а у нас, я знаю, звонок есть. Александр, здравствуйте. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Александр, вы знаете, я сейчас улыбаюсь по одной простой причине. Потому что я экспертам еще до программы сказала, что у меня обязательно будет такой вопрос. И даже сейчас, когда мы слушали новости, я озвучила, что я его все равно обязательно задам и не забуду. И знаю, что вот Денис нам на него ответит. Хороший вопрос, спасибо огромное. Возвращаясь от корпоративного бизнеса, возвращаясь от юридических лиц, к нашим обычным жизненным проблемам и вопросам, не обязательно проблемам, в том числе купли-продажи недвижимости, например, жилья, аккредитив. Используются ли, в чем плюсы, в чем минусы, и почему мы все-таки до сих пор тогда закладываем деньги в ячейку банка? Безусловно, используются. Статистики у меня нет, насколько активно, но я знаю, что достаточно активно в наших делах используются, наравне, правда, с ячейками, в чем плюсы, в чем минусы. Но вот ячейка, мне кажется, там есть риск того, что вы просто получите фальшивые деньги. Если вы хотите... Услугу проверки пересчета. Услугу проверки пересчета, вы должны банку еще дополнительно заплатить. Потом там с этими ключами тоже, вот когда закладывают на месяц, на три, вот у меня был случай, в общем, я пролетел с этим. То есть, как бы покупатель сумел вынуть деньги, ну просто он оказался достаточно честным человеком, что он потом рассчитался. Но как-то так, даже работая в банке, как-то вот я вот невнимательно отнесся к этому вопросу. И, в общем, до совершения сделки ему удалось эти деньги из банка вынуть. Вот в этом минусы наличного расчета, как мне кажется. Потом, когда вы получили наличные деньги, вам надо куда-то ехать. Это вот то, с чего мы начали, про ростовщиков, да, и с этими негами. Кто на вас нападет, неизвестно. Но это шутка, конечно. Что касается аккредитива, там безналичная форма, она уже подразумевает вот эти вот факты мошенничества, и мы избегаем. Ничего вынуть нельзя, пока из ячейки, ну то есть вот со счета вашего не спишут, пока не убедятся в наличии, во-первых, и в наличии правильно оформленных документов. Вот, и вы вот получите эти деньги, то есть продавец получит эти деньги на счет, и дальше он сможет их перевести куда-то, в том числе в безналичном порядке они вести. А чтобы снять их потом в наличном порядке? Комиссия? Ну, это уже на самом деле... Или это зависит от банка? Это зависит от банка, да. Как правило, вот расчеты по квартирным аккредитивам, там и банкомитент, и исполняющий банк, это один банк, и продавец и покупатель открывают счета в одном банке. И я думаю, что за снятие наличного в данном случае может и не быть комиссии, но это уже как бы вопрос зап... Но тем не менее, то есть если люди вообще интересуются такой формой расчетов при сделках между физическими лицами купли-правда, она безопасная? Да, она очень удобная. Она безопасная, но надо этот момент уточнять, чтобы не получилось... Тут есть один нюанс, что вот в российской практике, а это как правило происходит именно на территории России в рублях, вот нет какого-то нормативного документа, который бы регламентировал четкий перечень документов, которые должны быть представлены, порядок их заполнения. Соответственно, мы знаем, да, что нам нужна выписка из регистрационной палаты, да, вот переход права собственности, договор, там, акт, что нет взаимных претензий. Но то же самое, что с банковской ячейкой, те же самые документы, которые требуются там. Да, абсолютно те же самые документы, но для того, чтобы банк их проверил, он не знает, как их проверять. У него нет источника, вот единого источника, где бы он знал, как их проверять. Поэтому, либо тут четко должно быть написано, что, вот то, о чем я говорил, для тех документов, которые не формализованы в каких-то документах, либо что должен содержать акт, какие подписи, что сличать и прочее. Либо должны быть сделаны четкие ссылки на какие-то нормативные документы, вот этих регпалат, я не знаю там кто, где бы было определено, как они выглядят, что собственно проверять. Потому что, вот, банковские специалисты могут этого не знать. И судебная практика поразительна. Был какой-то кредитив российский, вот я помню, не с нашим банком, но там с другим. Так вот, суд вынес, банк произвел платеж, потому что по формальным признакам все соответствовало. Там был представлен то ли выписка из Игоря Уилла, там были юрлицы, там что-то такое. Не было четкого ее описания, и суд сказал, что есть какой-то подзаконный акт у какого-то министерства. У налоговой. Да, где там вот это записано, а банк что-то должен лазить по всем этим подзаконным актам. К сожалению, в том случае решение было принято не в пользу банка, и банки тут страхуются. Поэтому для того, чтобы не было здесь проблем ни у банка, ни у продавца, ни у покупателя, надо давать четкий перечень документов. Ну, наверное, риэлторы подскажут, юристы подскажут, какой. И надо полностью описывать эти документы, в каком виде они должны быть представлены, как заполнены. Вот знаете, какой у меня вопрос, я немножко почему тороплюсь, потому что времени, как всегда, мало. Тем не менее, вот, например, у, насколько я знаю, у нотариусов и некоторых других государственных органов существует возможность запросить информацию в рекпалате по электронным средствам связи, получить ее оперативно и, соответственно, очень быстро и достоверно. Вот, например, в таких случаях, ведь то, что сейчас вы, Денис, рассказали, это касается не только аккредитива, это касается той самой банковской ячейки. Мы там прописываем, что должны принести выпуск из ЮГРЛ. И тот же самый менеджер некого абстрактного банка будет проверять, выписка она. Он понятия не имеет, поддельная она или не поддельная. Как она должна выглядеть, он не знает. Ну, может, он знает, тем не менее, общий внешний вид, но там, ну, можно изготовить, условно говоря, и вытащить эти деньги, да. То есть банк, по сути, не может проверить, а произошло ли действительно, если мы говорим о недвижимости, переход, регистрация перехода права собственности. Вот, а может быть, вы знаете, да, потому что это немножко за рамками программы сегодня, но сразу вот у меня по аналогии. Не планируется ли такого, не существует ли такой возможности у банков получать вот в этой узкой направленности для аккредитива, для банковских ячейков, для выполнения неких условий официальную, легальную, быструю информацию из Росреестра? Я не знаю, на этот вопрос ответить не могу, наверное, это вопрос к юристам, но все равно в аккредитивной форме расчетов банк работает с оригиналами представленных бумажных документов. Поэтому, если вот получение какой-то информации из Росреестр, я не уверен, что это как-то вот... Ну, то есть в данной ситуации мы, по сути... Я думаю, у нас нет этой возможности вот такого онлайн-обмена электронными оригиналами с государственными. Потому что вот это бы, мне кажется, застраховало многих, но раз уж мы заговорили сегодня о некой теме мошенничества... Но при всех их электронных платежах в мире, при всех этих переводах, банковских картах, даже платеж по аккредитиву идет электронно мгновенно, все равно во всем мире практика такая, что банки работают только с оригиналами представленных по почте документов. Все. Поэтому здесь, наверное, вот говорить о том, чтобы кто-то что-то электронно запрашивал, это пока излишне. То есть лучше всего аккредитив в данной ситуации работает, потому что мы не берем потом условно чемодан денег, и с этим чемоданом не идем по улице, да, то есть вот в этой части. Потому что есть некое третье лицо, банковское учреждение, которое действительно... Краткий вопрос... Которое берет на себя обязательства. Краткий вопрос у меня такой, а вот скажите, пожалуйста, а суммы банки где-то показывают потом, суммы, которые люди получили? То есть никакой вот здесь вот сообщения в налоговую не будет? Но я думаю, что нашим слушателям стоит рассмотреть такой вариант. Банки в налоговую не сообщают, но есть закон по противодействию легализации отмыванию, если там, знаете, при открытии счета сумма 600 тысяч... Я прошу прощения на взлете мысли, тем не менее, прощаюсь со слушателями. Спасибо за программу, слушайте нас.